Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 3 октября, день Евстафия. Жил в Риме воевода по имени Плакида, что значит кроткий. Происходил из знатного рода, вел праведную жизнь, хотя и был язычник. А на врагов одно имя Плакиды наводило страх. Однажды во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя. Это настолько его поразило, что он решил принять христианство. После этого крестились два сына Евстафия и супруга. Потом в стране вернулось язычество, и за отказ приносить жертву богам его убили. В народе сегодняшний день называли днем Астафия ветряка, поэтому отмечали праздник мельников, поскольку в этот день всегда дул сильный ветер, а ветряные мельницы работали на ветре. В народном сознании мельник является человеком необычным. Многие считали, что он обладает сверхъестественными силами, либо связан с нечистой силой. И все потому, что очень сложно самостоятельно построить мельницу и перемалывать зерно. Если же мельница водяная, то думали, что мельник приносит водяному человеческую жертву, чтобы тот помогал ему. Для этого мельник толкал бедолагу под мельничное колесо. Потом мельник ежегодно напоминал водяному о принесенной жертве, наливая в воду водки и бросая туда хлеб. Поэтому в народе и приговаривали, что из омута в пекло рукой подать. Никаких молебнов на мельнице никогда не проводят. Близи мельницы стараются не ходить понапрасну, опасаются женщины с собакой, поскольку такой облик принимает нечистая сила. Все эти верования подкреплялись различными байками. Мол, водяной гостит у мельника, а русалки под мельничным колесом моют волосы. Еще больше боялись разрушенной или заброшенной мельницы. В народе она считалась гиблым местом, в котором можно было пропасть без вести. Сегодня было принято рубить капусту, которую считали наиболее вкусной. Приметы. Если сегодня северный ветер дует, это холода. Если ветер дует с южной стороны, это к теплу. Западный ветер к дождям, а восточный к сильным ливням. Паутина сегодня летает и туман стоит, осень будет теплой и продолжительной. Если шишек больше вверху, то холодным будет конец зимы. Дело в том, что современную науку, диетологию двигали, конечно, врачи, которые изучали науку. И получалось так, что они сами болели. И так получилось с Говардом Хейм, это американским врачом, который еще в 19 веке заболел. 41-й год ему исполнился, и он заболел. Гломеролонефрит с высоким кровяным давлением. Обратился, естественно, к своим коллегам-врачам. И они ему сказали, слушай, а ты знаешь, ты боли неизлечима, и поэтому мы ничего не можем тебе сделать. И вот тогда он начал, естественно, искать умирательных утистов. И нашел доклад другого ученого, британского врача, полковника Мак Гаррисона, который рассказывал о народе хунза. И вот этот народ, откуда он взялся? Это, значит, где-то в Пакистане имеется такая долина, в которой особый климат, и там ничего не растет. В основном только абрикосы, вот говорят, овцы там очень маленькие, то есть коровы там как овцы, там что-то там. А овцы как собаки? А овцы там еще как кошки. Ну, очень бедные, они живут бедно. Значит, питания особо никакого нет. Рацион, ну, как бы мало разнообразный. И в основном абрикосы, что самое интересное. И там существует такая пословица, что, значит, женщина из народа хунза не пойдет туда за милым своим, где нет абрикосов. То есть одно это у них из таких блюд, это, значит, вот, будем говорить, питание там абрикосами, сушеным и так далее, и так далее. Значит, живут они там в проголодь, практически мало чем болеют. В основном они у костра там бывают, и то глаза у них там слезятся от дыма, то еще. И якобы, якобы, значит, там говорится, что они живут до 120 лет, а женщины до 90 лет еще кормят... Грудью? Да, грудью. Ну, вот, примерно, смотрите, описывается так, что 32-тысячное население этого рая не знает болезни, средняя предложительность 120 лет. Вот, значит, они вегетарианты. Ну, может быть, так оно и было в 19 веке? Ну, может быть, может быть. Сырыми фруктами, овощами, там, зимой высушенными, значит, на солнце абрикосами и пророщенными зернами и брызами. И мы сейчас как раз их приготовим. Да, сделаем этот фарш. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую наружку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь по организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещей, предсказывающей будущее, была птица с женской головой гамма-ю. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активны легкие. Поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение и молчание сегодня приветствуются. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok